В Ахтырке, в Сумской области, жители спешат отремонтировать поврежденные дома. Строительные материалы подорожали, тем летом в разы. Продавцам приходится менять поставщиков и часто жертвовать качеством. Но большинство строений требует настолько значительных трат, что самостоятельно людям не справиться. Ахтырку российские войска начали беспощадно бомбить еще 24 февраля. Снаряды прилетали практически каждый день в разные районы города. Дом Татьяны и несколько соседских накрыло ночью. Я не успела убежать, потому что это нереально. Тревога уже позже звучала. Если бы даже выбежала раньше, меня бы вон там в коридоре убило бы. В то время я заскочила в туалет, держала двери на себе изо всех сил, чтобы меня не могла вытянуть. А муж в это время спал. И посыпалось стекло, камни, все на него. Это, конечно, все быстро произошло. Осколками побило все окна. Прошиты стены, мебель. У нас забрали те осколки. Полиция сумская забрала. То там такие они тяжелые и такие огромные. И вот здесь задержали у нас книжки. Здесь все в книжках было. А вон там были вещи. И видите, здесь оно остановилось. В доме сразу пропали тепло, свет, вода. Пенсионеры как могли сами навели порядок в жилище. Сейчас самостоятельно пытаются вернуть благо цивилизации. За свои деньги отремонтировали канализацию. Впрочем, на более серьезный ремонт денег нет. Все потрескалось. Все потрескалось. В том стояке тоже делали мы. Потому что потрескались трубы после такой волны, такого взрыва. Я не знаю, что мы будем зимой делать, потому что негде жить. Негде. Понимаете? Россияне целились еще в центр городского отопления. ТЭЦ. Из-за холода тогда во многих домах клопнули трубы и батареи. А кроме того, выбило окна в квартирах. Я звонила, узнавала. Вот у нас двухкомнатная квартира. Надо 50-60 тысяч сразу. Чтобы все окна, балкон, все, что выбито, поставить. Но это дороговато, согласитесь. У нас таких денег нет. На данный момент нет дефицита в стекле. Но себестоимость поднялась. У нас с коллегами возобновила производство сразу после освобождения Сумской области. Почти 96 окон мы запечатали под пленку. Ни одного векна целого не было. Ни одного. И отопление тоже порвало. Тоже что-то будем думать делать. Крыша там, конечно, тоже в бедах. Осколки попадало. Тоже подлатало немножко. Уже сейчас, говорит, следует готовиться в зиме. В зиме будет сложно, тяжело. Думать надо наперед. Что-то заготавливает. Тоже котлы надо ставить. Что-то думать надо в этой жизни. Женщина уверяет, необходимые материалы есть в наличии. Но в большинстве худшего качества и дорого. Цены, конечно, космические. Дуже космические. Ну, что-то в экономный вариант делаем. А там время пройде, я думаю, жизнь наладится. Что-то будем перестраивать, что-то будем добавлять. Ну, выходим с того, что есть. Если можно заменить, что-то заменяем. А что-нибудь, если планировалось раньше ремонт, что-то по экономии, что-то покрасивее, поудобнее. Уже этих вариантов нет. То есть мы возвращаемся к старым позициям. А мастера, которые занимаются ремонтами, уже почувствовали дефицит материалов. Ну, естественно, где. Харькова, на утепление материала сейчас надо снимать. Харьков закрытый. Клея, плата. Самый большой спрос на рынке стройматериала в Ахтырке, на товары для кровли. Их хватает. Но есть и другие позиции, которым приходится искать альтернативу. Чувствуется дефицит межкомнатных дверей. Основные наши поставщики – это были Херсон. А он сейчас временно оккупированный. И Харьков. Также чувствуется дефицит шпаклевки КНАУФ. Она также на оккупированной территории. Шифер, если раньше мы брали Краматорск, то сейчас завозим Ивано-Франковск. А это логистика меняется. Это транспортные затраты. Но мы стараемся закупать. Наши менеджеры ищут новых поставщиков. А многие жители надеются на компенсацию от государства. Распорядители средств – областная военная администрация. И они распределяют эти средства в зависимости от потребностей и в зависимости от того, на что они были выделены. Так как первые 250 миллионов гривен были выделены на критическую инфраструктуру и на текущие ремонты. Такие дома, как у Татьяны, в этот перечень не входят. Там необходимы капитальные вложения по подсчетам специалистов до 20 миллионов гривен.